Кандинский – это не только бесплатная тема WordPress и известный художник, но с недавних пор еще и нейросеть. Кандинский 2.1 заявлен как нейросеть от Сбер, генерирующее изображение. Бесплатная, да еще и понимающая русский язык. А вот это, согласитесь, преимущество. Ну что же, давайте посмотрим. Постараюсь минимум критики, потому что бесплатная нейросеть – это хорошо. И что занимается нейросетями, а не войной, можно только поприветствовать. Но уже в самом начале зачем-то размывают бренд. Это вроде как Кандинский 2.1, но не явно. А вроде как Fusion Brain. И домен Fusion Brain. И вот как ее представлять? Мне бы представил как Fusion Brain. Само по себе все предельно просто и мало чем отличается от привычных кому-то нейросетей. Кроме, собственно, русского языка. Это большое подспорье. Запрос, более известный как Prompt, можно использовать запятые. Понятно, что я не поигрался с сеткой плотно. Но я бы сказал, что запятые отделяют какие-то смысловые блоки. Получаете изображение 768 на 768. Без возможности апскейла. Тут интересно реализована идея бесконечной доски. Если вы оставите рамку на изображении, его можно перегенерировать. То есть сгенерировать заново. Странно, почему-то не изменилось. Но вообще она меняется с каждой генерацией. А если вы передвинете рамку на новое место, то вы сгенерируете новое изображение. В принципе он понимает дополнительные токены, касающиеся стиля, но не идеально. Вот так должны выглядеть сочные цвета. Давайте попробуем яркие. И вот это, кстати, уже проблема. Те, кто погоняли генераторы изображений, знают, какие английские слова использовать, чтобы добиться нужного результата. Они передаются, что называется, из уст в уста. А вот с русским языком пока непонятно. Яркие и сочные явно не подходят. Хотя может просто нейросеть такая, немного игрушечная. Тут есть вшитые стили. Тоже удобно и тоже немного игрушечно. Детальное фото, например, выдает результат, явно не похожий на фото и в целом хуже, чем без стиля. Удобно, что здесь есть возможность удалить объект или какие-то элементы. Закрашиваете объект и пишите, что должно быть вместо него. Море и песок. Вот. Вот это хорошо. Объект он удалил идеально. Так, ну и давайте сделаем простой тест на понятливость сети. Я об этом рассказывал в уроках по стейбл дифьюжн. Кстати, советую, ссылка в описании. По сути, все нейросети одинаковые, поэтому разобравшись со стейбл дифьюжн, вы сможете работать и здесь. Хотя, поверьте, вам не захочется работать здесь, если вы разберетесь со стейбл дифьюжн. Вот что он делает в стилистике киберпанк. А как известно все, что не киберпанк, то Грег Рудковский. Плохо он генерирует киберпанк, не понимает, как колеса должны выглядеть в воде. И, собственно, суть теста. Не просто Ауди, а именно Ауди А4Б8. Нейросети обучаются на конкретных изображениях и должны понимать конкретные модели машин. Но нет. Это что-то среднее между Б9 и ТТ. Но главное здесь все-таки добавление слова авант. Именно у Ауди универсал это авант. Это такой лайфхак. Как добиться того, что вы хотите. Да, понял. Прекрасно понял. И даже Б8 похоже. Это хорошо. Это прямо плюс. Кроме того, сюда можно загружать свои изображения. Но, к сожалению, он не перерабатывает их. Не стилизует. А просто дорисовывает по краям. А вот. Пусть будет Скарлетт Йоханссон. Это стейбл генерил. И если мы укажем, что изображено и выберем стиль, то он попытается дорисовать изображение. Но сразу предупреждаю, что получится плохо. Хотя вроде даже ничего. Вот это вот плечи и руки, судя по всему. Интересно, а вообще он Скарлетт Йоханссон сможет нарисовать? Ой, забыл. Это в стилистике Пикассо. Пусть будет портретное фото. Ой. Ну, как бы и плохо, и не Йоханссон. Уберем яркий фон и попробуем сделать по пояс. В принципе, он худо-бедно понимает такие штуки. Лучше бы я этого не видел. Ладно, Йоханссон он не знает. Хотя, кстати, пытается что-то сделать, близкое к ней. А знает ли он Юрия Гагарина? Нет, Гагарина он тоже не знает. И что значит по пояс не понимает? Небольшой лайфхак. Хотите человека в полный рост, опишите его обувь. Нейросеть придется рисовать обувь, а значит и человека в полный рост. Любой другой нейросети, но не Fusion Brain. Вот так вот она выкрутилась. Ну и последнее. Вы можете сохранить любое изображение. Нажимаете скачать и ставите рамку на то изображение, которое хотите скачать. Не обязательно ровно. Он поймет, что разговор про это. И разрешение тут по умолчанию 768 на 768. Больше не бывает, но можно сделать меньше. К сожалению, только пропорционально. То есть всегда будет квадрат. Возможности изменить соотношение сторон я не нашел. А значит, вероятно, ее нет. Вот такой вот Гагарин. Да. Ну, что сказать. Нейросетевой бум, связанный с генераторами изображений, конечно же радует. Чем больше нейросетей, тем лучше. Здоровая конкуренция. Но пока я остаюсь на оппозициях, что Stable Diffusion это вершина и никакой Кандинский с ней не сравнится. Не в смысле художник, конечно. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните. В конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам Явова Ломов и Теплица социальных технологий.